Здорово народ, пересел с одного трактора на другой, все им рамс, так что я ввожу удобрение. Бэки в прицепе, на Куне, трактор 1025, блин, в два раза мощный, по сравнению с моим 890 статуром, ой, это земля и небо, ребята. Разница, ну, чувствуется, блин, сразу, даже без нагрузки начинаешь ехать, и понимаешь, что... 1025, потужный! Запас хода у него тоже обалденный, перейти, к примеру, на последнюю, скажем так, скорость, надо буквально тронуться с одной скоростью и включить в следующую. Все! На моем же, чтобы набрать определенную скорость, скажем так, впереди, на последней передаче, три раза нужно переключить, и то еще нужно включать повышенные поднижки. Ну, а сейчас еду на поле. Дядь Ваня уже на пунктах. Поехал на Николанди сливалочкой. Ну, ух ты, а почему я ничего привил? Засвечивается, потому что ничего не видно. Начинает камера фокусироваться в пунктах. Но, есть одни высотки. По сравнению с моим, этот трактор, этот трактор намного шумнее. Включим ее четвертый. О! Гробнее, гробнее он. Ой, намного тише. Ебаные веточки. О! Чем-то красивый. Бабу корочек положил. Кто-то на как-то специально. Так, ну ладно, ребята, доеду я до поля. Отцеплюсь, подцеплю бэк. И буду сидеть, ждать. Когда закончится удобрение сливалочки. Блин, нудная работа вот эта. Мне нужно двигаться постоянно, что-то делать. Блин, а вот это загрузил. И сидеть. Ну, примерно где-то в час, пока высеет. Удобрение. Потом опять. И вот так вот с утра, два ночи. Больше времени сижу, блин, что-то. Ну, называется простой подзаправник. И спать охота не могу. Потому что днем я не сплю. И ходишь такой вот, два ночи. Короче, гремово идти. Опять ничего. О, смотрю, мужики уже перецепились с транспортного положения в рабочем. Только начинаю. Ну, а пока перецепишься это. Занимает немало времени. Сергеич, друг мой дорогой, на всевалочке. И дядя Ваня на Нью-Холланде. Так, и все, мне надо как-то встать, чтоб никому не мешать. Рук. Все, они поехали. Вот, не знаю пока что, где оцеплять прицеп. Да, наверное, здесь. Пока что здесь. Потому что у них там немного, ну как немного, еще полбанки. Должно хватить, в принципе, я думаю, на два круга обойти по периметру. Вот. Сейчас полтонник зацеплю. И стану в режим ожидания. Ой, как хорошо прицеп остановился. Эх! Так, перейду в рабочее положение. Тот, кто не знает, а все знают, трактористы. Долг через пружину вправо и назад. И теперь первая передача. Один-один. А, нет, третья, третья. Вот это третья. На вот этом рычажке третья. Гоню. Немножечко гоню. Окей. Стой, малыш. Чуть-чуть взад. Где-то примерно как-то так. Беги, дорогая, беги. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. И вот это... под заправку каждый раз. Прык-стоп, прык-стоп. Опа. Так, все, подцепил. Можно поднимать. Поднимать. Натянул, дал натяжку и теперь полностью всей стрелой. И смотрю, что в борт не уперся. Бег. Четко и красиво. Оп. Уперся в площадку. Можно чуток. Теперь назад. Куда-куда, мурчик? Не-не-не-не. А, первая. Второй рычаг забыл. Уключить скорость. Ну, примерно где-то как-то так. Ну, и отъеду чуть-чуть влево и протяну вперед. Потому что ванек будет разворачиваться. Вытягивать, получается, дотягивать до края и потом наоборот заворачиваться. Чтоб я ему просто-напросто не мешал. И на дорогу выезжать не буду, потому что буду кому-то мешать. Это однозначно. Так, это они дошли вон до того края и уходят влево. Оно. О, видно. Ну, в принципе, вот и все. Опущу бэк на землю. Короче, разгружу цилиндры. Зачем они будут стоять под весом? Ну, вот и все. И теперь можно сидеть и сходить с ума. И я сошла с ума. Я сошла с ума. Я сошла с ума. Ну, это пару кругов, я думаю, они сделают. И нужно будет засыпать. Только надеть. Кстати, это 10-25, это где диване. Трактор. Этим трактором в похоте он постоянно меня обгонял. За целый рабочий день где-то 8-10 кругов. Ну, так потому что запас хода, мощность. А в этом тракторе моща. Однозначно будет обгонять. Вот 82-й трактор я обгонял за целый рабочий день. Ну, где-то кругов, наверное, на 4-5. Где-то так примерно. Из-за того, что колеса больше, турбина, ну, естественно, чуть-чуть больше лошадок. Красавчик. Ну, вот первый круг почти закончили. Хорошо то, что ветер боковой. И как раз это они будут вот так ходить постоянно. Уже Пашка будет нормально себя чувствовать. Хоть не так накрывать будет. А то вчера были на одном поле. Накрывало полностью и трактор, и сывалку. Перед собой и маркера видно не было. Первый круг. Потом второй. Заправимся. и снова опять 25. И снова опять 25. будет дотягивать до края. Аж. Эх, чуть-чуть не там прицеп поставим. Уголок. Чуть-чуть уголок не достал. Но все равно он будет назад сдавать до упора. Эх. Осторожно даю задом. Ух. Эта сывалка даже не холодно подымает. Хотя он намного тяжелее и за Т-150. И все равно задницу подымает. Нужно либо грузы на колеса кидать, либо же грузы на само дышло. Дядя Ваня. Красавчик. Немножко отойду. Отоссыкотно однако. Ха-ха-ха. Маркер то длинный. Все. Да. Блин. Сергей что там совсем не айс на этой сывалочке. Иве What L SUV. Мы посещаем им- уху. Олимп razрует необык. Спокойнись! scent на оф wiltе от. Супер �ха за ол. Спасширочка Radоноэ «cereвл». На входе он. Посредина глупой опо построить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, народ, как-то так. Так, телефон упал. Сергеич подошел помочь. Красавчик. Так, свечал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заряжаем следующий так, подготавливаю. И все, и пускай стоит. И все прекрасно получается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще на себя взять. Чуть-чуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тихонько, малыш. Так, Сергеич, он там, сзади. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, это я уже в транспортном положении езжу. Опыт не пробьешь. Хотя у меня опыта три дня несчастных. Ну что, народ, дядя Ваня сказал, харе, просиживать задницу. Садись и работай. Короче, учусь. Потому что немножечко народа не хватает. А сеять пшеницу после подсолнуха однозначно кому-то надо. Так что, уже немножечко поднаучился. Осталось только выработать нормальную автоматику. А так, в принципе, все хорошо. Кому интересно, Нью-Холланд Т-70-60. Ведем. Сеем. Сывалочка, никого листья. Удобненько. Несколько кругов. Ну, сколько? Может, круга четыре, дядя Ваня, со мной посидел. Ну, потом я его выгнал. А нечего. Надышать сидеть. И так все хорошо получается. Поле чуть-чуть неровное. Брызгалось вот так. Косилось тоже так же само. Катковалось в ту же сторону. Ну, ну, а приходится сеять рапс поперек. Потому что где-то диски туда не достают. Не засевают в землю. Ну что, все. Можно себя называть профессионалом. Короче, приломчился. Подучился. Нормально все. Можно сеять, работать. Блин, вот эта лямка, как лифчик поправляю постоянно. Рука ниже. Или вообще снять, опустить под низ. Или раздеться. Ну, а так весьма неплохо. Трактор мягенький. Обалдеть. Получается кабина на подушках. Плюс еще амортизаторы задней стойки. Ну, заднее крепление, можно сказать. То есть кабина отдельно от самого корпуса. Вообще, обалденно мягенько. Шикарно. Чуть-чуть музычка, тихонько. И работать можно. Блин, все засвечивает. Ладно, народ, буду трудиться, работать. Ну вот, дядя Ваня. Высококвалифицированный. Тракторист. Перешел в разнорабочную. Отжали баранку. Ничего. Ручки и ножки тоже нужно разминать. А он-то посмотрит этот ролик. Все мозги мне вынесет. Что-то я так чувствую. Пятой точкой. Был порвался бэк. Рассыпалось удобрение. В мишки собрали. Ну, вот это. Покрутил, чтобы немножко освободить банки. И подъехал. Чтобы догрузить. Мышки. Так, это второй. И там еще третий. И все, и можно дальше ехать. Ну, скажу я так. Сложно вам вообще ничего нет. Немножко небольшие нюансы. Да. Поначалу были. Там запарился. Там занервничал. Тому подобное. Ну, а так, в принципе, весьма неплохо. Пускай даже не идеально вот веду, да. Но, тем не менее, почти ровненько. Очень сильно мягкий руль, то есть получается. Вообще, чуть-чуть. У меня на моем 892 руль немножечко пожестче. Так вот, его держать хорошо. Чуть-чуть крутанул, и он сам себя держит. А вот здесь вот, блин, немножечко мягенько. Чуть-чуть лишко крутанул, и все. Дядя Ваня смотрит. Он фаненький. Ага. Давай, Дядя Ваня, давай. Сергеич, друг. Носи валочки. Думаю, что за звук я это радио. Ну, все, чуть-чуть. Так, пока что они заканчивают. Подниму обороты на разворот. Где-то в полторы... Ой, 1150, где-то так. Ой, 1200, это много. Вот. 1150 в самый раз. Тихо-тихо, не падай, Сергеич. Все, поехал. Ну что, осталось начать и закончить. В принципе, уже недалеко. Там край виднеется. Но скоро тоже должны привезти ужин. Сегодня закончим. И все. И с рапсом покончено. В этом году с посевом. Потом еще буду брызгать. И тому подобное. Ванек ездил. Говорю, хватит кататься, дай молодым погонять немножко. Обалдет. Мне вот нравится звук двигателя. Вообще тихонько. Себе спокойно подсвистывает. Себе спокойно подсвистывает. Работает просто. Замечательно. 1700 оборотов держу. Обороты двигателя. Нормально он себя чувствует. Двенадцатая скорость. Ну а вот теперь дядя Ваня меня выгнал с трактора. Осталось совсем-то ничего. Туда, назад и туда. Ну может быть какой-то клинчик там выйдет. Бэк в прицеп не отвожу. Потому что мало ли, а вдруг не хватит. Лучше перебдеть, нежели не добдеть. Блин, я вот посмотрю по маркеру. Там, где он идет. Эй, фокусируйся давай. Вот бровка. И там смотрю на маркер. Блин, где-то с полметра. Не хватает. Твою дивизию придется еще гнать в ту сторону. И назад. Ну что, ребята, вот и все. Вот и сказки. Конец, как ты слушал. Молодец. Смотрение не надо. Есть. Ну вот и все, народ. Закончили с полем. Засеяли. Теперь с чувством выполненного долга можно смело ехать в бригаду. Закидываю бэк в прицеп. И домой. Так что, народ, у меня на сегодня все. Если было интересно, лайки ставим на канал, подписываемся. Как-то так. Всех обнял. Пока-пока. Чуть-чуть забыл добавить, друзья. Еще сывалочку нужно было перевести в транспортное положение. В рабочее. Дышло. Вот оно. Было спереди. Отцепили, переехали, зацепили спереди. Переключили, короче, все шланги. Подняли. Подняли. И все. Теперь можно ехать. Ну, мне первому нужно улетать. Все. Всех обнял. Пока-пока. Пока-пока.